В четверг в программе «С утра до вечера» наш эксперт по детям, Олеся Новикова, ведущая и автор проекта «Мамина школа». Олеся, привет! О чем сегодня полезном ты хочешь рассказать нам и всем родителям? Я хочу вам презентовать очень крутой, полезный и бесплатный фестиваль для родителей. Так, шашлыки будут? Фестиваль — это не обязательно еда. Фестиваль — это могут быть очень полезные лекции. Уже 9 лет Институт Гордона Ньюфилда как раз в начале летних каникул проводит такой фестиваль. Это открытый фестиваль для педагогов, для родителей, для всех специалистов, которые как-то задействованы с детьми. Это будут очень крутые преподаватели и очень крутые лекции. Начнется этот фестиваль 3 июня, и до 7 июня каждый день будет по одной лекции. И очень крутые темы, причем в этот раз именно слушатели самого Института голосовали за эти темы и выбрали суперактуальные. Я этот фестиваль каждый год сама очень жду, и вот хочу нашим зрителям порекомендовать тоже его не пропустить. Слушайте, но я, как понимаю, это не в Екатеринском парке, не в парке Александра Невского, где этот фестиваль будет? Нет, это надо онлайн зарегистрироваться. А, все, видишь сразу как-то. Да, онлайн зарегистрироваться. Давайте я сразу скажу. Обычно спрашивают в конце об этом, но если я скажу об этом в начале, никто... Самый простой способ можно, конечно, погуглить, поискать в интернете, но самый простой способ просто написать мне в Инстаграм маминой школы в Директ, и я в личку пришлю вам ссылку на регистрацию на этот фестиваль. Потому что на него попасть можете только после регистрации. Мне несложно, то есть я так хочу, чтобы родители послушали эту информацию, что готова лично всем эту ссылку разнеслать. Получается, какой-то транслайт, да, получается, будет? Ну, все-таки Гордон, я уже понимаю, что он человек не русский какой-то. Да. Будет какой-то перевод, но... Вот смотри, смотри, есть в России русское отделение, русскоязычное отделение Института Гордона Ньюфилда. То есть наши специалисты, они в эту тему погрузились, изучили, вот, как работает привязанность, как она влияет на отношения с детьми, как с помощью того, что ты укрепляешь привязанность ребенка, ты можешь влиять на его поведение. И вот эти сложные, иностранные, заграничные вещи, которые дает этот институт, они переводят на русский язык, и у наших родителей есть возможность этим пользоваться. И вот я вам уже сказала о том, что слушатели выбирали темы, и темы очень классные. Первая тема — «Маленькие дети-манипуляторы». Эту лекцию будет вести как раз, да. А нет там числа, как раз. Это для всех, потому что, судя по запросам родителей, они уже в гугле пишут, там, «ребенок один годик манипулируют родителями». Уже как полтора года. Да, 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 да. С запросом, то есть тема популярная. Да, тема популярная, и тут в этом же есть смысл. Когда мы, родители, относимся к нашим детям как к манипуляторам, то есть ожидаем от них такого поведения, то мы, получается, к ним относимся как к врагам. Сразу запускаем вот этот режим борьбы с ними. Ну и они, естественно, в ответ нам дают то же самое. Но если мы верим в хорошесть нашего ребенка, если мы верим в то, что наш ребенок хочет быть послушным, а не в то, что он хочет нами манипулировать, мы очень упрощаем свое родительство. И эту лекцию на этом фестивале будет вести как раз руководитель русскоязычного отделения Института Гордона Ньюфилда Ольга Писарик. Это суперкрутой специалист, и эту лекцию прям вообще нельзя пропускать. Обязательно надо послушать. Давай еще по темам. Нам вот про манипулятор мы уже поняли, что еще, какие темы еще для родителей подготовили. Вторая тема очень круто звучит, называется «Командир полка хвост до потолка. Что делать, если ребенок командует родителями?» Это постмахер. Я думал, что делать, если у тебя еще есть дома животное, которое в коалицию вошлась с тем маленьким. Ну вот смотрите, это сейчас тоже актуально для многих современных детей, которые вроде бы совсем малюсенькие, но командуют мамой и папой. Естественно, маме с папой это не нравится. Естественно, они начинают бороться с этим ребенком. Но мы должны понимать, что если ребенок вынужден командовать взрослыми, то это говорит лишь только об одном, что этот ребенок не чувствует того, что о нем заботятся. И вот как раз эту лекцию надо послушать для того, чтобы правильно расставить иерархию в семье. То есть у каждого все-таки должно быть свое место. Взрослый ведет, ребенок за ним идет. Еще одна тема лекции это будет, как сформировать самооценку ребенка. И это тоже очень важно знать родителям, потому что мы, родители, взрослые, как раз эту самооценку детскую и формируем собственными какими-то словами, оценками, тем, как мы на ребенка смотрим, тем, как мы с ребенком общаемся, как мы к нему относимся. Вот именно в этот момент формируется его самооценка. И, кстати, на этой же лекции эксперт будет рассказывать о том, как и маме собственную оценку немножечко укрепить, потому что у современных мам тоже с этим есть очень много проблем. А когда у мамы низкая самооценка, ей на самом деле очень сложно вот эту вот иерархию, опять же, правильно расставить. И последняя тема на этом фестивале будет звучать так. Почему ребенку трудно учиться? И тоже у современных родителей огромное количество предположений, какие причины этому могут быть. Кто-то говорит, что ребенок просто лентяй. Кто-то говорит, что у нас, да, слишком какие-то неподходящие программы. Но на самом деле даже в этом, в учебе, все завязано на привязанности. И если чуть-чуть поглубже посмотреть, разобраться, на этом фестивале как раз это будет глубоко разобрано, то родителям станет намного проще. Опять же, мы перестанем к ребенку как врагу, который вот все, назло, плохо учится, чтобы только родители нервничали. А мы как раз поймем, чем ему помочь, и вам, и ребенку вашему, который учится, станет намного легче. В течение всей недели, я уверен, там будет множество тем, это ты самое главное затронула. Нет, 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 это именно пять дней, пять дней фестиваля, пять лекций. Каждый день в 19.00 будет такая лекция. Но чтобы попасть на этот семинар, нужно зарегистрироваться и, как я говорила вначале, написать мне в директ инстаграма «Мамина школа». И так можно просто написать «Хочу на фестиваль». А с какого числа? С 3 июня по 7 июня, пять дней, обязательно найдите время. Будут наверняка эти эфиры в записи, но они будут какое-то ограниченное количество времени, а потом они станут платными. Пока есть возможность, надо обязательно посмотреть. И не вздумайте потом перепродавать. Спасибо огромное за эту полезную информацию. Все родители, я думаю, сейчас уже себе галочку отметили, что обязательно нужно 3 числа присоединиться, а до этого зарегистрироваться. Спасибо огромное и с тобой до новых встреч. Счастливо, ребята. Лето – это время для путешествий. Ну и, мне кажется, самое главное, нужно позаботиться о перекусе. Что взять с собой в дорогу, чтобы не допустить пищевого отравления, расскажем в следующем сюжете. Спасибо.